Готовился Петелкин, Подольс, Савкин, Самосредственно. Второй раз в нашем городе проводился межрегиональный турнир, посвященный Дню сотрудников органов безопасности ФСБ России на призы общественной организации патриотического воспитания потомки Евпатия Калаврата. В соревнованиях приняли участие 350 юношей в возрасте до 18 лет из Москвы и Московской области, а также из Перми, Твери, Костромы и Саратова. В соревнованиях приняли участие 300 юношей в возрасте до 18 лет. Юных дюдаистов поприветствовали заместитель главы Дмитровского городского округа Елена Виноградова, председатель общественной организации потомки Евпатия Калаврата Сергей Зенин, полковник управления ФСБ России Валентин Попов, командир отряда специального назначения «Гром» Николай Гребенник и другие. Выступающие пожелали юношам честной борьбы, успехов и вырасти настоящими защитниками Родины. Участники соревнований, гости и зрители почтили память погибших сотрудников ФСБ минутой молчания. Турнир по борьбе – это хороший повод поздравить с успехами воспитанников Дмитровской школы дзюдо. Директор спортивной школы Олимпийского резерва «Динамо Дмитров» Андрей Савин вручил благодарственные письма и подарки победителям и призерам первенств России под дзюдо и самбо Кириллу Брежневу, Анне Петуховой, Олесе и Владимиру Кравцовым, Никите Данилкину, Дмитрию Котельникову и Ольге Лихота. После выступления воспитанниц отделения художественной гимнастики спортивной школы «Динамо Дмитров» начались схватки сразу на нескольких татами в трех возрастных группах. Турнир планируется получить статус всероссийского с отбором в дальнейшем победителя на первенстве России. Участвуют дети трех возрастных групп – до 13 лет, до 15 лет и старше юноши – до 18 лет. Соответственно, и правила тоже. До 18 лет спортсмены борются по олимпийскому дзюдо. Можно весь спектр проведения болевых, удушающих приемов, бросковая техника, любая. Младше до 15 лет запрещены только броски с колен, а все остальные броски разрешены и запрещены удушающие болевые приемы. А в младшей возрастной группе ограничений еще больше. Там запрещены броски с упором ногой в живот, броски через грудь, такие амплитудные броски, которые считаются, что в этой возрастной группе они еще не менее освоены. За происходящим на татаме наблюдал старший тренер отделения дзюдо – спортивной школы Олимпийского резерва «Динамо» Дмитров Алексей Храпов. В настоящее время несколько представителей школы входят в различные составы сборных России по дзюдо. На первенстве России по юношам у нас боролись три спортсмена, боролись, мальчики проиграли у нас, к сожалению, проиграли в третьем круге. И у нас девочка Моисеева Аина заняла второе место. Сейчас будет отбираться на первенстве Европы и первенство мира. Юниорское первенство прошло России, которое было в Ингушетии, в Назране. Там у нас две медали, к сожалению, бронзовые, но так получилось. Рассчитывали, скажем так, я, по крайней мере, рассчитывал на четыре, зная этих спортсменов. Кирилл у нас Брежнев боролся, победитель прошлогоднего первенства России. И в 55 килограмм у нас Дмитрий Котельников занял третье место. И девочка у нас Ольга Лихота заняла третье место в весовой категории до 78 килограмм. Также 10 дней назад в Хантамансийске прошел Кубок России. Это тоже по-взрослому. И у нас Камалова Эля заняла там третье место. Так что, с одной стороны, успехи хорошие, с другой стороны, хотелось бы, как всегда, лучше. Этот турнир проводился в течение одного дня. К вечеру уже были известны имена победителей и призеров. Отличные результаты показали дмитровчане. Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали Иван Золотов, Артем Харьков, Михаил Болдин, Владимир Кравцов. Серебряные и бронзовые медали завоевали Арсений Касаджик, Максим Трифилов, Андрей Виноградов и другие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok